Бюджет Хакасии 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 На этой неделе Хакасия встречала символ Олимпийских побед. Всероссийскую эстафету, которая до февраля пройдет во всех регионах страны, республика приняла утром 27 ноября. Лампадку с огнем привезли специальным поездом из Красноярска, символ Сочинской Олимпиады. Встречали первые лица республики, среди них председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Спикер парламента поздравил жителей республики с этим историческим моментом и пожелал российским спортсменам громких побед на зимних играх Сочи-2014. Принимая эстафету Олимпийского огня, Хакасия раскрывает свои просторы, свою культуру, свою историю, свою душу перед всем миром. Тысячи и тысячи новых спортсменов в Хакасии поднимаются навстречу огня. Благодатный Олимпийский огонь все больше и больше набирает силу, поднимая народы и страны. Эстафета Олимпийского огня в Хакасии совпала с сессией Верховного Совета. В перерыве парламентарии также приобщились к спортивному событию мирового масштаба. Почта России провела церемонию памятного гашения марок и конвертов. Гашение – особенное событие в мире филателии. Специально для этого мероприятия выпущены конверты и марки с символикой Олимпиады. Изготовлен и памятный штемпель. Его оттиск наносили только в течение первого дня, 27 ноября. В гашении приняли участие глава Республики Хакасии Виктор Зимин и Владимир Штыгашев. На посвященной эстафете почтовой марки – эмблема Олимпийского огня. Гашенные марки с подписями первых лиц Республики отправят на хранение в музей. А штемпель, изготовленный специально к этому дню, после всех праздничных процедур, уничтожили. Это были все новости парламентской недели, за которыми, кстати, можно следить и в интернет-пространстве. Официальный сайт Верховного Совета находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Быть всегда в курсе событий также поможет официальный аккаунт в Твиттере. Программа «Жепарламентский дневник» выйдет в следующую пятницу. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова